МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На круглосуточном информационном канале Брянская губерния программа события в студии Оксаны Измерова. Здравствуйте. В Брянскую областную думу внесен законопроект о региональном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Главный финансовый документ региона впервые передается депутатам только на электронном носителе и заверен электронной подписью. Общий объем бюджета составит более 54 миллиардов рублей. Расходы за счет собственных источников увеличены на 4,8 миллиарда рублей. Наибольшая часть расходов традиционно приходится на социальную сферу. Это 58% или почти 31 миллиард. По здравоохранению расходы в целом увеличиваются на 1,6 миллиарда рублей. 486 миллионов рублей направлено на приобретение медицинского оборудования. На 250 миллионов рублей увеличено приобретение лекарственных препаратов. На 75 миллионов рублей будет приобретено машин скорой помощи. В бюджете в полном объеме предусмотрены средства на реализацию майских указов президента. Индексацию заработной платы бюджетников в 2018 году она составит 4%. И увеличение максимального размера оплаты труда. С января 2018 года она составит 9489 рублей. Помимо расходной части в бюджете 2018 запланированы и существенные доходы. У нас собственные доходные источники, то есть налоговые и неналоговые доходы увеличились на 2,1 миллиарда рублей к первоначальному плану 2017 года. Кроме того, из федерального бюджета выделена дополнительная дептация на выравнивание в сумме 2,1 миллиарда рублей. Вот эти все 4,8 миллиарда рублей, они и направляются на дополнительные расходы областного бюджета. То, что сегодня бюджет по сравнению с прошлым годом больше 4 миллиардов имеет добавку, это наверное успех развития наших отраслей и промышленности и сельского хозяйства. Поэтому вот эта прибавка, она даст ощутимое развитие нашей социальной сферы. Мы только на 100 квартир увеличим покупку жилья для сирот. Если в этом году мы покупаем 300 квартир для детей-сирот, то на следующий год 400 квартир. Также по решению губернатора области Александра Богомаза часть дополнительно полученных средств будет направлена на нужды города Брянска. В первую очередь это реконструкция систем водоотведения, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и приобретение общественного транспорта. Принять главный финансовый документ региона планируется 12 декабря. Екатерина Зодина, Дмитрий Кузнецов, Анатолий Чикрыгин. События. Брянск. В Брянской области 3 ноября пройдет большой этнографический диктант. В акции примут участие жители России и стран ближнего зарубежья. Подробности подготовки к этому масштабному мероприятию рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора Александр Коробко. В России масштабная акция проводится уже второй год. Участником тестирования может стать любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства, без ограничения по возрасту. В Брянской области будет открыто 49 площадок во всех муниципальных образованиях Брянской области и достаточно большое количество на территории самого города Брянска. Регистрация участников начнется в 9 утра. Все желающие могут получить необходимую информацию на сайте правительства Брянской области и департамента внутренней политики. Главная цель диктанта еще раз напомнить всем жителям России о том, что наша страна – это национальное государство, наша страна – это то государство, где хорошо и спокойно живут представители огромного количества национальностей. У нас нет никакого ущемления по национальному признаку. Все мы должны хотя бы в разумных пределах знать особенности, знать культурные традиции, знать историю тех или иных народов, которые проживают в нашей стране. Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта www.mirethno.ru будет организовано онлайн-тестирование. Оно состоится 3 ноября. Артемий Маркелов, Владимир Шалободов. События. Брянск. Депутат Государственной Думы Николай Валуев провел прием граждан. Он помог выделить детям дополнительные часы для занятий спортом, поспособствовал развитию нового патриотического фестиваля и решил другие проблемы, с которыми обращались жители Брянщины. Несмотря на то, что прием граждан депутат Государственной Думы Николай Валуев проводит часто, вопросы и просьбы иногда поражают воображение. Люди, которые сюда приходят, в большинстве случаев воспринимают депутата как волшебника. Бывает, что человек приходит, уже отчаившись, когда он буквально в каждую дверь постучался, идет тогда уже к депутату. Здесь, кстати, вот в таких случаях как раз и есть возможность помогать чем-то. Спор между спортивной школой и фирмой, которая взяла в аренду склон. Учителя хотят чаще использовать его для спортивных уроков. Предприниматели хотят получать выгоду от коммерческого проката. У меня просто просьба, оговорите, если это возможно, определенное количество человек, дабы джипы не стояли, дабы там утят всех не по осени считали, а зимой тоже. Соответственно, какое-то количество людей, оговорите время, дабы немножко может его растянуть. Но бывает и так, когда люди просят у депутата не помощи, а совета. Например, проект «Брянский фронт». Историческая реконструкция к 75-летию освобождения Брянщины. Все, что нужно от депутата, это совет, к кому обратиться. Николай Валуев идею оценил, но предложил проработать детали. Сюда приходите с четко прорисованным планом. План проекта, все как положено. Аклопов, блиндажей, количество лесоматериалов, которые закроют. Отсюда мы понимаем. Сколько нам и времени людей, техники строительные. И все это надо сделать до зазиму, до того момента, пока все высохнет. Значит, соответственно, назначаем такой субботник, сами тоже туда идем. Николай Валуев заверил, что в любом случае ни одна просьба не останется без внимания. Игорь Умаров, Анатолий Чекрыгин. События. Брянск. Учиться в России престижно. Все больше иностранных студентов выбирают российские вузы. За последние три года в Брянской области количество тех, кто приехал учиться из-за рубежа, выросло вдвое. Масштабный международный проект в настоящее время реализуется в Брянском государственном инженерно-технологическом университете. Здесь получают знания студенты из Узбекистана, Туркменистана и целого ряда африканских стран. В преддверии Дня народного единства вуз посетила делегация Ассоциации иностранных студентов России и Российского студенческого центра. Учеба в России. Об этом Равшан Исмаилов мечтал с детства. В Брянск студент приехал вместе с друзьями из Туркменистана. Всего за два месяца успели неплохо подтянуть русский, включиться в учебный процесс и занять место в рядах активистов Брянского государственного инженерно-технологического университета. Наш БГТУ – хорошие учителя, ректор хороший. Хочу поблагодарить за то, что они дают знания. И дай Бог, получая знания, я хочу тоже расширить свои знания и в своей стране найти работу. У нас российское образование очень сильно на первом месте стоит в Туркмении. Очень хороших можно работать, работать, перекрытие. Вот из этого мы в Брянск пришли. Во-первых, здесь недорого все сравнить. Для нас это в всем плане устраивает. Количество иностранных студентов в России к 2025 году должно увеличиться в 3,5 раза. Задача правительства тем самым вернуть российскому образованию статус одного из самых престижных и качественных в мире. Брянская область включилась в программу в числе первых. Об этом шла речь на конференции в БГИТУ, где сегодня активно реализуется международный проект по привлечению студентов из-за рубежа. В этом году в ВУЗ поступило только практически за один месяц порядка 60 с лишним человек, приехавших из-за границы с визовым режимом. То есть это, можно сказать, дальние зарубежья. Включая страны Средней Азии, Туркменистан, Узбекистан и страны Африканского континента. Большое спасибо, нужно сказать, особенно руководству, когда создают те условия, которые сейчас дают такие результаты. Мы со своей стороны будем только поддерживать, приветствовать и со своей стороны, даже если что-то от нас зависит, имею в виду с точки зрения организационного, будем подключиться к этой работе. Это наша общая задача. В ходе конференции говорили о том, что сегодня нужно иностранным студентам для того, чтобы быстро адаптироваться к жизни в нашей стране. О совместных проектах и, конечно, о международной дружбе, которая уже успела зародиться. Мои соседи по блоку в общежитии, девочки из представителей нашей солнечной Африки. И, соответственно, конечно, помогаем, потому что ребятам нужный обменник, сходить показать наши достопримечательности, потом продукты какие-то даже банально. Конечно, взаимодействуем. И наши студенты, нашего УЗА достаточно хорошо отнеслись к этому, им нравится знакомиться с ними. Атмосфера в Брянске очень прекрасна. Мне вообще очень нравится. А с русскими ребятами общаетесь, дружите? Да, конечно, они вообще очень прекрасны. Помогают в чем-то? Да, они вообще хорошие. Туркменистан, Узбекистан, Конго, Кодивуар, Чатка, Мерун. И это только начало, уверено руководство ВУЗа. Уже в следующем году планируют расширить географию. Кристина Просфилава, Анатолий Чикрыгин, События Брянск. Незаконный ввоз мясной продукции из Украины в Россию предотвратили брянские пограничники. Транспортировка осуществлялась с грубейшими нарушениями ветеринарно-санитарных правил. Мясную продукцию пограничники обнаружили вечером 30 октября в железнодорожном пункте пропуска Суземка при досмотре поезда. Более 170 килограммов мяса неизвестного происхождения было спрятано в купе проводников и начальника поезда. Начальник поезда пояснил, мясо планировали продавать в России. Мясо перевозилось с грубейшим нарушением ветеринарно-санитарных правил без необходимых сопроводительных документов. Это далеко не первый случай обнаружения мясной продукции. В 2017 году таких случаев 50. При этом изъято свыше 15 тонн незаконно возимой мясной продукции. Брянские полицейские задержали подозреваемых в серии квартирных краж. Злоумышленников интересовали только современные плоские телевизоры. Парень и девушка снимали квартиры, а потом выносили технику. Личности подозреваемых установлены – это уроженцы Кринцовского района. У МВД России по городу Брянску обращается к жителям города, если вы стали жертвой преступной схемы задержанных квартиросъемщиков. Просим вас незамедлительно обратиться в полицию по телефону 67-2011, 67-0102 или 02 с мобильного 102. 1 ноября в Брянск доставили икону священно-мученика Киприана и мученицы Иустины с частицами их мощей, а также ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского. В святыне встречали духовенство и миряне. Архиепископа Луке, воина Ясенецкому верующие молятся об исцелении от болезней. И это неспроста. Святитель был известным врачом и ученым, доктором медицинских наук. Его труды по анестезиологии и хирургии всемирно известны. Мы очень рады, что привезли частицу мощей сейчас в Брянск. Как всегда, есть о чем просить у святителя Луки, тем более, что он такой близкий, современный святой, про которого все много знают, верующий, не верующий. Мученикам Киприану и Иустини молятся об избавлении от искушений, а также о вразумлении людей, занимающихся оккультизмом, магией и гаданиями. Киприан и Иустини от колдовства семье помогают. Поэтому дай Бог, чтобы люди были добрее. С 1 по 4 ноября святыни будут находиться в Свято-Троицком кафедральном соборе. Затем их перевезут в Свенский монастырь. Там они пробудут до второй половины 4 ноября и первую половину дня 5 числа. Затем мощи перевезут в Карачевский Воскресенский монастырь. Там они будут находиться до полудня 6 ноября. После чего их перевезут в Севский крестовозвиженский монастырь. 7 ноября мощи покинут пределы епархии. Артемий Маркелов при содействии пресс-службы Брянской епархии. События Брянск. Брянский театр «Кукол» с успехом выступил в Тамбове, порадовав юную публику сказкой о папе и работнике его балде. Своими впечатлениями брянские актеры поделились с нашей съемочной группой. Матюш, я вот. Зайцев пришел ловить. Ух ты! Можно мы посмотрим? Посмотрите. Ну, посмотрите. Сказка о папе и работнике его балде – одна из самых любимых брянским зрителей постановок. Талант актеров, яркость персонажей и оригинальность подачи оценили и тамбовские зрители. Показ спектакля состоялся в рамках федеральной программы «Большие гастроли для маленьких». Поездка в рамках этого проекта действительно была удачная для нашего театра. Тамбов воспринимал наш спектакль, вы знаете, с замиранием. Не только мы это поражение видели, удивление на лицах зрителя, но и мы чувствовали их внутреннее наслаждение спектаклем. Актеры Брянского кукольного театра в Тамбове сыграли шесть спектаклей. Постановки посетило почти тысяча зрителей. Несмотря на плотный график, актеры успели полюбоваться и достопримечательностями города. Там очень много сохранилось исторических зданий. Когда гуляешь по городу Тамбову, очень много сохранено 19-18 века зданий, домов. То есть город, он старинный, купеческий. В Тамбов Брянский театр привез один из лучших своих спектаклей. В его основе лежит замечательное произведение Александра Пушкина, написанное более ста лет назад и до сих пор не утратившее своей актуальности. Мораль сказки проста и неизменно. Скупой платит дважды. Постановка понравилась и взрослым, и детям. Мне понравилось, когда вот этот работник танцевал. Мне зайцы очень понравились. Мне понравилось, как он ему балгу давал. Как балда танцевал и выполнял работу. Проект «Театры детям», в рамках которого и состоялись обменные гастроли, это настоящий подарок для самых маленьких зрителей России, считают руководители Тамбовского и Брянского театров кукол. Екатерина Зодина, Максим Кузнецов. События. Брянск. В Брянске прошел международный фестиваль «Джазовая провинция». В этом году он стал 22-м по счету и был посвящен 100-летию легендарной джазовой вокалистки Эллы Фитджеральд. Американская певица родилась в апреле 1917-го. Первая леди джаза, первая леди песен, как ее называли, обладала голосовым диапазоном в три октавы. Выдающаяся певица 20-го века, которая оставила след навсегда в мировой музыке, не только в джазу, в мировой музыке. Мощным вокалом покорила брянского зрителя и Ксения Коробкова, известная публике по проекту «Голос». Философская композиция «One Moment» написана для нее Николаем Винскевичем. Как сегодня Николай Винскевич на репетиции сказал, это вот как будто есть только миг между прошлым и будущим. Вот, ну если как бы так вот буквально, то да, как раз об этом. В зале нет свободных мест, хотя даже сами музыканты признаются. Джаз – музыка на любителя. И гордятся. За эти годы мы воспитали свою публику, которая слушает внимательно, реагирует правильно. В любом случае, это воспитательный процесс. Это невозможно в один день найти публику на джазовые концерты, которые придет сказать, о, мы сразу полюбили это. Что-то понравится, что-то нет. Николай Винскевич и его отец Леонид Винскевич, идейные вдохновители фестиваля, выступают в проекте «Винскевич энд Тейлор Проджект». Джоэл Тейлор – один из наиболее востребованных и универсальных барабанщиков в современном джазе. Также на сцене драмтеатра выступили музыканты из Голландии, Америки, Германии и Дании. Мне очень все понравилось. Замечательно, что такой фестиваль проходит в Брянске. Вступление наших иностранных друзей, наверное, впечатлило. А вы с ребенком пришли, и вы ребенка приучаетесь, да, к такому? А ей нравится. Мы в машине все время слушаем, поэтому и дома. Да? Понравилось? Джазовый фестиваль – это не просто выступление коллективов. Это самое настоящее культурное явление, которое объединило сотни музыкантов и тысячи их поклонников во многих странах мира. Подробнее ознакомиться с творчеством династии Винскевичей можно будет 9 ноября. В программе «Смотрите, кто пришел» с Алексеем Хатиновским. Екатерина Пормон, Иван Зюрев. События Брянск. Нашим коллегам городскому телеканалу исполнился год. Мы от всей души поздравляем редакцию «Городского» с днем рождения и желаем творческих успехов. Безопасность мяса на особом контроле. В этом убедились мои коллеги, которые побывали на крупном предприятии региона, где познакомились с особенностями производства безопасной мясной продукции. Один день со специалистами управления ветеринарией. В репортаже Артемия Маркелова. От фермы до прилавков специалисты ветеринарной службы контролируют все этапы производства мяса, начиная от приема животных на переработку, разделки туш до фасовки готовой продукции. Каждый технологический процесс под зорким оком ветеринарных врачей. И так на каждом предприятии по переработке мяса. В функции ветеринарной службы на предприятии входит несколько моментов. Это входящий контроль на предприятии, осуществление ветеринарно-санитарной экспертизы, клеймение. Но в конечном итоге цель – это не допустить попадания недоброкачественных продуктов на прилавки магазинов. На конвейере крупнейшей в регионе мясохладобойни трудятся 15 специалистов Госветнадзора. Каждый из них четко знает свою задачу. Одни осматривают тушу в целом, другие – лимфоузлы и внутренние органы. Имея профессиональную подготовку как в вопросах болезней, общих для человека и животных, так и в области пищевой гигиены, ветврачи – наиболее компетентные специалисты в области санитарной безопасности продовольствия. В первую очередь – продовольствие животного происхождения. Первая точка – это идет осмотр голов. Если человек осматривает голову. Вторая, третья точка – это осмотр ливера. Вторая, четвертая точка – это идет осмотр полутуш. Затем идет трихиналоскопия лаборатории. И финальная точка, где ставят клеймо. Для детального осмотра туши, подозрительные по заболеваниям, помещают на запасной путь, где их дополнительно исследуют. Тут же расположена собственная лаборатория, в которой мясо изучают натрихинолез, опасную для человека болезнь. В своей деятельности специалисты ветеринарного надзора, независимые от производителя, поставщика и потребителя продукции, и при выполнении своих обязанностей находятся под защитой государства. Клеймо на туши, поставленное ветврачом – гарантия качества мяса. Это же подтверждают и ветеринарные свидетельства, удостоверяющие санитарное благополучие выпускаемой продукции. Их выдача также прерогатива ведомства. Ветеринарные сопроводительные документы характеризуют эпизотическое благополучие, место выхода, то есть, что эта продукция пришлась с территории благополучной по особо опасным заболеваниям, что эта продукция исследована, что она безопасна для потребления, для переработки. Немаловажно, что и на объектах хранения продукции животноводства обязательно есть специалисты госветслужбы. Предприятия оптовой торговли имеют отдельные камеры для охлажденных и замороженных товаров, мяса и мясопродуктов, рыбы и продуктов их переработки. Причем хранятся они строго раздельно. При отпуске товара со складов ветеринарные врачи повторно осматривают маркировку и проверяют целостность упаковки, а также контролируют частоту транспорта, на котором перевозят продукцию. Ветеринарный врач находится ежедневно, у него и оборудован свой кабинет. Ежедневно выписываются ветеринарные справедливые документы. Также мы всю продукцию получаем со справедливыми документами. Ветеринарный врач смотрит качество товара, анализирует и дальше отписывает нам документы для дальнейшей реализации. Взаимодействие полное. Понимание сейчас как никогда. Таким образом, покупая продукцию животноводства брянских производителей, потребитель может быть уверен в ее качестве и безопасности. Артемий Маркелов, Владимир Сидоров, Александр Егоров. События Брянской, Брянский район. Новости и программы телеканала «Брянская губерния» также доступны на нашем сайте и в интернете. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях. А я желаю вам всего самого доброго и до свидания. Совершенная красота – это не только дар природы, но и работа профессионалов, работа стилистов-парикмахеров, ногтевой сервис, визаж. Мы создадим настоящий шедевр. Будь то простая или самая модная стрижка, свадебная или вечерняя укладка – все это и другое будет выглядеть не только безупречно, но и естественно. Почувствуйте себя неповторимо и комфортно в новом образе. Салон красоты «Бигуди» 740075. Ты красива, и это просто.